Казанская универсиада Подробно изучив всю информацию на сайте КассирКазан2013, мы составили рейтинг самых дорогих и самых дешёвых билетов Казанская универсиада. Итак, на пятом месте. Лёгкая атлетика, теннис и бокс. Стоимость билетов на эти соревнования варьируется в зависимости от места и стадии турнира от 70 до 200 рублей. Примерно за те же деньги можно будет посетить дворец водных видов спорта, где разыграют медали пловцы и прыгуны в воду. Самый широкий разброс цен у футбола. От 60 рублей на матчи отборочного раунда до 250 на лучшие места финального поединка. И, судя по всему, самую большую выручку соберут кассы центра гимнастики. Билеты на спортивную художественную гимнастику обойдутся зрителям в 200-250 и 240-300 рублей соответственно. Топ-5 самых дешёвых соревнований открывают настольный теннис и волейбол. Посмотреть на эти виды спорта можно будет заплатив всего лишь 80 рублей. Строчкой выше расположился ещё один игровой вид спорта – водное поло. Билеты в Олимпу Буревестник на все стадии соревнований обойдутся вам уже в 70 рублей. Скидываем ещё червонец и идём на турнир по шахматам или баскетболу. Второе место в списке самых дешёвых билетов занимают регби, хоккей на траве, дзюдо и самбо. Ну и наконец, то, о чём мы говорили в самом начале. Всего за 30 рублей по цене плитки шоколада вы сможете посетить соревнования по любимому виду спорта нашего премьер-министра – бадминтону. Ну не знаю, как там у вас, но у нас осталось ещё очень много вопросов по поводу билетов. Те самые вопросы, которые мы сейчас зададим главному специалисту отдела билетной программы Гузель Габасовый. Привет, Гузель! Меня, кстати, зовут Лёша. Гузель. Да, очень приятно. Гузель, первый вопрос такой. Мы уже знаем про цены на все соревнования. Теперь скажи нам, пожалуйста, на какие соревнования билеты продаются лучше, на какие хуже? На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются билеты на синхронное плавание, плавание, то есть все водные виды спорта – прыжки в воду, волейбол, бадминтон и футбол. К сожалению, наименее популярные виды спорта – это настольный теннис, шахматы, фехтование и самбо. Ну ещё есть время, так что приходите обязательно, покупайте билеты, тем более вы знаете теперь про цены на эти билеты. Ну и теперь вопрос, наверное, про церемонию открытия и закрытия, потому что это действительно такие масштабные мероприятия, все хотят их посетить. А где купить билеты и сколько они стоят? Стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия варьирует от 1000 до 1800 рублей. Билеты можно приобрести на сайте официального билетного оператора – кассир.ру, а также в пунктах продаж, которые удобно расположены по городу, в том числе во всех крупных торговых центрах. Ну вот на данный момент, примерно в процентном соотношении, сколько билетов уже реализовано и сколько билетов ещё осталось продать на церемонию открытия и закрытия? Порядка 70% церемонии открытия уже проданы и люди начинают активно интересоваться спортивными мероприятиями. Мы слышали то, что есть какие-то специальные программы для студентов какие-то, можете рассказать подробнее? Да, разработана специальная программа для студентов вузов и СУЗов, а также сотрудников данных организаций. Так, в рамках этих программ разработана единая цена для вузов – это 50 рублей, на все спортивные мероприятия для СУЗов – это 30 рублей. То есть вы серьёзно хотите сказать, что любой студент может прийти на любое соревнование универсиады, заплатив всего 50 или 30 рублей? Да, это предложение доступно через правком вуза или СУЗа. Гузель, ну и последний вопрос. Покажи нам, пожалуйста, как будет выглядеть билет универсиады. Вот такой у нас билет красавица. И расскажи, что где здесь, как ориентироваться в нем. Билеты очень качественные. Каждый билет имеет 5 уровней защиты и подделать их практически невозможно. Это индивидуальный штрих-код, каждый билет имеет уникальную серию и код, тиснение золотом, ультрафиолетовое покрытие и все билеты напечатаны на специальном термокартоне. Если ты помнишь, в прошлом выпуске мы задавали тебе вопросы. Спортсменка из какой страны изображена на этой фотографии? Возможно, ты удивишься, но вот он правильный ответ. Гимнастка из Канады. Уж не знаю, каким образом, но раньше других догадался и написал правильный ответ в комментарии к нашему ролику на ютюбе. Пользователь Артем Петров, который, как и обещалось, получит памятный приз от телеканала Юни-ТВ и дирекции универсиады. Фотографию со счастливым победителем жди уже в следующем выпуске. Но то дела минувшие. А вот тебе фотография номер 2. Спортсмен, выступающий за какую сборную, изображен на этой фотографии. Ну что нужно делать, ты уже знаешь. Свои варианты ответа пиши сюда. А еще подписывайся на наш канал на ютюбе, следи за обновлением в социальных сетях и отогревайся около огня универсиады этой весной. С тобой был Алексей Чупин. До новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!